Ребята, перед началом ролика хочу вам посоветовать канал по Clash Royale. Парень снимает разные колоды, делает проверки разных колод у топа, проверяет разные сайты и многое другое. Виде на канале мало, потому что канал начинающий, но давайте мы поможем в развитии и подпишемся. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Привет всем дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale и сегодня у нас новое испытание в игре. Это исцеляющее испытание. Мне сразу написал мой бустер, он его сегодня с утра пораньше прошел в 12.0 и предложил записать его на видео. Я согласился, у себя на аккаунте я еще не прошел, не успел, там всего лишь 4 победы у меня. Поэтому, ребята, ролик скорее всего будет называться «Как легко пройти это испытание». Легко пройти, закажите у нас буст и мы вам его легко пройдем. Но это, конечно, пожелание, если хотите, обращайтесь, ссылка на мой ВК будет в описании. Вот, и также я сейчас записываю ролик по скайпу с хозяином этого аккаунта, поздоровайся со зрителями. Всем привет. Мы сегодня, ребят, посмотрим повторы, как он прошел это испытание и заодно поговорим, проанализируем не только само испытание. Испытание это обычное, драфт, драфт, как оно, драфт челлендж, да? То есть такие испытания уже были, ничего нового. Мы сегодня будем рассуждать про эту карту, в общем, как с ней играть, какие можно тактики с ней применять и вообще аналитику этой карты, в общем, проведем. Ну, давайте, наверное, в конце заберем этот хилл и откроем сундучок, поэтому досмотрите ролик до конца. Ну, давайте включим какой-то повтор. Он мне, конечно, скинул несколько вариантов, но я увидел, что он последний бой играл против Илки, поэтому мы его посмотрим. Ну и давайте порассуждаем про это испытание. В общем, уровень сложности этого испытания, сложно оно или нет? Ну, вообще. Оно изич, я согласен, потому что у меня все соперники были 2800-3200 кубков максимум. То есть, когда я прохожу большое испытание, мне подбираются 4500-5000 кубков, то это испытание изич. Но сложность все равно есть в том, что, блин, колоды иногда подбираются ужасно, серьезно. Я не знаю, ты красавчик, прошло 12-0, но у меня было два боя подряд луза, потому что противнику, у моего противника была гоблинская бочка. У меня ни бревна, ни стрел, ни запа, ничего, а у него еще и был фриз. То есть, я вообще не мог контрить бочку, хотя у него 2300 кубков. Это меня очень бомбило, то, что я проигрываю бомжам. Ну, серьезно, те, которые... Ну, ладно, не буду оскорблять никого. Ну, серьезно, проигрываю слабым игрокам. Только из-за того, что реально колода моя вообще не подходила, чтобы контрить, допустим, деку моего оппонента. Вот это единственный минус. Ну, а так, обычное драфт-испытание. Ну, и теперь про саму карту Исцеляющие Заклинания. Так оно называется, правильно, да? Да, да. Давайте поговорим про эту карту. Я сначала скажу свое мнение, потом ты скажешь свое мнение. Мы немножко поговорим, с какими колодами проще всего юзать. Точнее, не проще всего, с какими лучше юзать, с какими не надо юзать, ну и тому подобное. В общем, первое, что я хочу сказать, ребята, про эту карту. У меня сразу вопрос. Нахрена ее добавили? Ну, серьезно, зачем добавили эту карту в эту игру? Меня реально бомбит от нее. Я не говорю, что эта карта плохая. Я просто предвзято к ней отношусь, серьезно. Я очень недоволен, что эта карта будет в игре. Вы просто представьте этих квадратоголовых цепклопов, которые будут на 3000 использовать элитных варваров, плюс хилл спелл. Это, конечно, полбеды. Это 3000, мне это не коснется. Там я не играю на 5000 кубков. У меня не проблема элиток законтрить. Ну, представь, лава, да, с хиллом, плюс шарик. Я не знаю, что там еще можно придумать. С гоблинской бочкой сейчас куча. Вот этот же мусор, гоблинская бочка, плюс ракета. Вот зачем эта карта? Мне не знаю. Просто баланса в игре и так, ну, реально, точнее, дисбаланс в игре реально конкретный. Мне кажется, эта карта просто перевернет игру. Я ничего против этой карты не имею в плане ее, ну, статистики, характеристик. То есть, она реально, ну, не знаю. Топчик ее назвать трудно, потому что, ну, первый день в игре. Но, блин, серьезная, серьезная карта. Действительно, тактик будет много. Колод будет разных много. Я уже привык к своей колоде. Я уже привык к многим тактикам контрить разные деки. Сейчас это по новой нужно. Мне будет, ну, серьезно, привыкать к этим новым тактикам, стратегиям, декам и тому подобное. Но карта, мне кажется, годная. Ну, серьезно. Вообще, я когда-то сам делал видос, где я делал концепт арты для идей для обновлений. И сам эту карту рекомендовал. Но это была фантазия, не думал, что ее реально введут. Ну, теперь давайте это так, я свое мнение. Оно, конечно, не совсем объективное, я согласен. Но, все равно, это мое мнение. Я против, чтобы эту карту, конечно, вводили в игру. Ну, точнее, мое мнение, конечно, ничего не значит. Но, мне кажется, ребят, ноги будут бомбить. И мне, кстати, понравился один комментарий одного игрока, не помню под каким видосом. Типа, эта карта еще не вышла, но я уже хочу, чтобы ее пофиксили. Я угарнул, серьезно, потому что... Ну, ребят, напишите в комментариях, вам нравится эта карта или нет. Ну, конечно, она может нравиться по функционалу. Вот, если тебе она зашла, да, и у тебя будет получаться с ней играть. Естественно, будет нравиться. Ну, а против тебя, когда будет такая дека вылетать, там, да, лава плюс шарики сверху хилл. Ну, мне кажется, это сложно. Шарики так трудно законтлить. В общем, все, я свое мнение высказал. Ну, а теперь давайте выслушаем твое мнение, как тебе эта карта. А потом послушаем... Точнее, не послушаем, поразговариваем, с какими деками лучше юзать. И что, какие выводы этой карты сделаем. Хорошо. Ну, покуда ее еще не научились использовать, она не имба. Ну, пока что да. Так всегда с первой карты, да. Да-да-да, имбовой станет. Ну, у нее радиус маленький, поэтому у нее узкое применение. Не очень, не в очень больших колодах она зайдет. Что еще скажешь, тебе понравилась эта карта? Ну, так себе, как сказать. То есть, не произошло такого вах, да, типа, ну, как это... Я даже не знаю, как привести пример. Даже, не, была такая карта, которую выводили прям... Ну, спарки, наверное, в начале. В начале, когда вот только добавили, да, вот тут, конечно, все ахнули. Громоверчик был, Громоверчик. Ну, тоже поначалу его не сильно, ну, как бы, ну, он не зашел сразу всем. Его сначала, потому что новая легендарка начали использовать, а потом он, что-то, ну, не знаю, мало кто его начал юзать. А потом опять он, как бы, появился в колодах. Сейчас его используют намного больше. Поначалу реально спарки, когда ввели, вот все ахнули, серьезно. Такая, такая карта. Вот, то есть ты, ну, так, 50 на 50 разделяешь свое мнение про эту карту. То есть она вроде и хорошая, но в другое время она тебе не мешает. То есть ты не считаешь ее топовой, да? Не, не. Хорошо. Это его мнение, я свое высказал, а вы свое напишите в комментариях. Теперь давайте поговорим о более полезных вещах. Все-таки же эту карту, хоть мы как бы не жаловались на нее, чтобы мы не говорили, все равно ее введут, она уже есть и будут ее использовать. Давайте теперь применение ей найдем с разными деками. Возможно, сразу даже поговорим, как ее, ну, контрить ее, ну, как это спелл, контрить ее не получится. Просто поговорим, с какими связками ее проще всего использовать. Я сейчас скажу, опять же, свое мнение. Потом Левша, так как он прошел уже это испытание, он расскажет более развернуто, потому что он 12 побед с ней сделал. Поэтому может какие-то связки придумать. Первое, что я хочу отметить, что с жирными юнитами, мне кажется, она не сильно будет заходить. Я просто видел, как парень бросал хил на голема. Значительного эффекта вообще никакого не произошло. Более эффективно на мелких юнитах. Там гоблинская бочка, к примеру, взрывается лава. Я не знаю, на пламенного дракона хорошо заходит, на банду гоблинов там. Ну, то есть, не знаю, сразу не придумаешь, но много разных применений, мне кажется, на мелких юнитах можно найти. Теперь ты расскажи, ты вот сыграл 12 побед, где ты больше всего использовал эту карту, и где она лучше будет заходить? Там, короче, есть колода, где я играл там яд, хил и хох. Вот там она вообще, я показала прям на 100%. То есть, с хогом она заходит хорошо, да? Да, да. Типа, если есть здание дефа, ну, наверное, она, можно сказать, бесполезная. Но, в основном, если человек с мусором играет, или, например, те же самые варвары, но не эли, обыкновенные, то вообще прям на ура. Хох, тычки 4 точно сделает. Да. Также хил еще хорош, например, знаешь, мушкета, на мушкета кидают фаер. О, точно, я забыл про трех мушкетеров. На мушкета кидают фаер, например, и они уже почти доходят до вышки, ты кидаешь хил, и он... Слушай, а это да, вот ты серьезно, вот здесь с трех мушкетерами ты прав, вот здесь тактика. Мне кажется, я даже усовершенствую свою колоду с трех мушкетерами сейчас, в которой я играю в испытаниях. И если туда добавлю хил, это просто будет лютая имба, серьезно. Я, конечно, буду тестировать, может, и не так оно все, потому что какую-то карту придется заменить, а всегда привыкаешь к колоде, и все так связано, и не знаешь, куда ее запихнуть. Посмотрим, зайдет она в колоду, не зайдет, или, может, какую-то новую придется. Да, с трех мушкетерами ты подметил, кстати, в точку, вот это круто, когда фаер бросает, ты раз и подхилил. Насколько она выхиливает, если вот фаерболом? 567, 567. Неплохо, неплохо, это где-то... Почти, почти целые мушкетерами. Да, да, ну это, да, топчик. И да, мне кажется, еще она зайдет для тех юнитов, у которых стычки не убиваются там запом, да, ну стрелами понятно, мне кажется, сейчас стрелы многие будут вязать после этого заклинания, потому что, ну, лаву, как убивать лаву, скажись. То есть, запом, ты уже не убьешь щенку. Давайте вот этот еще повтор посмотрим. А, это мы только что смотрели этот повтор. Так, сейчас-сейчас еще один против... Ох, яд там и хил, тот покажи повтор. А я не знаю, показывал этот повтор или нет. Давайте вот этот спекай посмотрим с этим, смортиры. Вот, так, хорошо, теперь давай поговорим еще с какими деками, ты сказал, с хогом, да, хорошо заходит, плюс яд. Я также хочу сказать, что вот эта дека популярная, гоблинская бочка, банда гоблинов, принцессы, вот эта вся, этот весь мусор, который не убивается с запада, ну бревном, конечно, да, бревном, нет, тут, не знаю, тут спорный вопрос, и трудно рассуждать, когда ты еще, ну, особый дек не составлял с ней. То есть, на словах, как бы, да, зайдет, не зайдет, нужно смотреть на практики, так проще всего. Ну, вывод точно, здесь мы точно правы. На жирных юнитах не так эффективно, как на мелких, там, хог, не знаю, бочка гоблинов, та же, шахтер. Ну, я бы не сказал, что мелкие юниты три мушкетера, но у них куда меньше хп, чем у танков, там, как пека, голем и тому подобное. То есть, на таких юнитов будет, ну, более эффективней ложится хил. Хорошо, что еще можешь про эту карту рассказать и вообще про испытания в целом? Ну, испытание вообще было легкое, там, противники такие, как ты сказал, там, 2 800-3 тысячи. Ну, я хочу подметить, вот единственное, что мне не понравилось в этом испытании, это, да, что колоды, вот мне вообще не знаю, почему так не повезло. И второе, то, что, ну, блин, это испытание хила, а хил не у всех. То есть, кому-то он попадает, да, в деку, а кому-то нет. Если вот эти конченые испытания, извините меня, мушкетеров, валькирии, по 2, по 2 карты в колоде были, да, 2 валькирии, то тут хил только у одного. Но почему не сделать так, чтобы хил был для того и другого человека, чтобы, ну, как с громоверцем было, да, он закреплен был в колоде, и ты составляешь деку остальную, только хил, ну, обязательно карта в колоде. То есть, понял, да, мысль? Да, да. Вот, мне кажется, это тоже, как бы, было круто, если бы хилом пользовались оба игрока. То есть, у кого-то он есть в колоде, у кого-то он нет, ну, мне кажется, это несправедливо. Хотя, это не легендарка, это с легендаркой было так. Ну, не знаю, это так, мое мнение, я высказываю чисто свое мнение, ребят. Вы можете с ним, конечно, не соглашаться. Ну, также, ребят, напишите в комментариях, как вам это в целом испытание, как вам карта. Ну, я в скором, естественно, запишу много разных повторов, колод, тактик, ну, и много-много другого. В общем, я вам показал три повтора. Не вижу смысла записывать на своем аккаунте онлайн какие-то атаки. Ничего особенного, серьезно. То, что, единственное, что да, новая карта, вот это интересно. Ну, ничего особенного, потому что это драфт, нужно составлять колоды конкретные с этим испытанием, точнее, с этой картой. Поэтому я записывать какие-то онлайн-атаки больше не буду. Ну, и комментировать повторы тоже не вижу смысла, больше мне интересно, как эта карта, и больше интересны с ней колоды. И они в скором у нас появятся. Видим, что улившись сейчас 5200, скоро будет ролик. Я не знаю, успеешь ты зайти на 5500 в этом сезоне или нет. Скоро будет много разных тактик с этой новой картой. Ну, давайте заберем, заберем с испытания исцеления. Так, до какого уровня его можно прокачать? Прокачивать его или не надо? Да, можешь прокачать. Давайте посмотрим. Да, по-моему, до шестого мы прокачаем точно. Да, до шестого мы прокачали, а до седьмого нам не хватает 80 карт. Ну, я думаю, ты в испытаниях быстро их набьешь. В общем, ждем тактик, ждем колод. Ну, и давайте откроем сундук. Так, тут наполовину О, еще 2 исцеления. Так, колдун. Ну, в принципе, за испытания 150 рарок, но это, конечно, только первый раз. Неплохо, в целом неплохо. То есть, ну, куда лучше, чем испытания всяких там валькирий, принцев и мушкетеров. Вау, ледяной колдун тебе выпал, ледяной колдун. Я так невзначай комментировал и не заметил, что выпал, что будет сейчас легендарка. Ребят, обязательно поставьте лайк этому ролику. В общем, ребят, давайте подытожим. Что касается карты. Насчет имбовости я ничего сказать не могу, потому что, ну, еще не держал ее в руках, можно так сказать. То есть, надо ее тестировать с разными колодами. Вот, ну и не скажу, что эта карта плохая. Она хорошая, мне кажется, с ней будет много разных тактик и прикольных колод. Но я против ее добавления, серьезно. Ну, мое мнение, я очень недоволен то, что ее добавят. Мне очень это не нравится. Ну, это чисто мое мнение, я его никак не изменю. Просто предвзято отношусь к этой карте, не более. Ладно, на этом буду с вами прощаться. Если хотите заказать бусты, чтобы вам прошли это испытание, то пишите в ВК, ссылку в описании оставлю. Заказывайте буст. На этом буду прощаться. Всем до новых встреч, ребят. Я желаю вам удачи, удачных вам сражений. Всего хорошего и всем до новых встреч. Всем пока.